Мемы непобедимые Аналоги – это всегда анархия и противостояния Человек откроет историю, он не поймет, что сейчас происходит Но он возьмет мем, возьмет картинку и поймет больше, чем прочтет 200 страниц какой-нибудь монографии, какой-нибудь истории Это психопатия, типа, общая Ты должен, типа, в нее включиться и начать разговаривать на их языке И потихоньку ты начнешь... Сходить с ума Да, сходить с ума Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов У меня в гостях сегодня Роберто Панчвидзе, главный редактор паблика МДК И поговорим мы сегодня об интернет-культуре, мем-культуре, о политической, о молодежной политике И о том, как интернет-культура влияет на политический дискурс, влияет ли вообще И правильно ли это, когда паблики со смешными картинками занимают гражданскую позицию Спасибо большое, Роберто Панчвидзе Добрый вечер Что случилось в 2014 году? Вот как раз, когда происходила вся эта антиукраинская истерия, когда русские войска вошли на Донбасс У вас была такая абсолютно продонбасская позиция, где вы шутили в том числе и о том, что проснулся и узнал, что оккупант Ну это на самом деле, скажем, был какой-то идиотский форс Потому что у нас не было, опять же, какой-то позиции о том, что типа Крым наш или Крым не наш Мы просто увидели медиа-новости и просто подумали, вот если мы сейчас как бы мимо нее пройдем и не тронем То мы просто, ну как бы, мы обманем себя, потому что нам захочется поиграть на этой новости И мы как медиа-изадатели просто взяли популярную, ну типа так скажем, популярный поинт о том, что типа Крым наш И начали просто ржать над украинцами, потому что мы всегда ржали над этим Вот, потому что у нас была еще есть пара пабликов, которые типа высмеивали русских и были там, где высмеивали, ну типа Арленок высмеивал там, где типа позиция того, что Крым не наш И был МДК, который высмеивал эту позицию, где Крым наш, вот И поэтому мы типа решили столкнуть эти две силы и получилось то, что получилось На тот момент, в 2014 году, это был просто небывалый рост активности Ну посмеяться над хохлами, ты всегда трафик нагонят, я понимаю Но нет, на тот момент это было одно из самых, ну это одно из сильнейших в истории медиа, наверное, событий Когда реально можно было трафика хопануть И как отъявленный капиталист, так скажем, я не мог пройти мимо этого И если трафик нагнать можно, то можно посмеяться Да, конечно Были какие-то попытки вообще порефлексировать над 2014 годом в рамках, ну в рамках уже гражданской позиции, а не в рамках хайпануть? Я, ну скажем так, наверное, постоянно приходится рефлексировать на эту тему Потому что как бы она не отпускает, потому что как бы условно война происходит, она продолжает идти И то, что как бы, к сожалению, то, что происходит на Украине, постоянно транслируется в наших медиа И мимо этого тоже не пройти Приходится всегда думать о том, что типа, если бы это не произошло, что было бы дальше, например Если бы могло быть хуже, там условно, пирани бы, не знаю, спустили бы войска в Крым И там продолжать, не знаю, какое-нибудь кровопролитие И как бы просто грустно за этим наблюдать, потому что, ну, грубо говоря, мы потеряли нашего союзника, грубо говоря Вот, и тем самым, и с каждым годом продолжаем эскалировать эту тему Наверное, можно было бы как-то просветлять народ о том, что типа, это неправильно, война, типа, это хуй войне и все остальное Но, к сожалению, людям как бы этого в голову не долбить и остается как бы жить, чем ты живешь Ну, хуй войне-то людям в голову вдолбили вполне успешно тогда Ну, когда тогда? Ну, когда ведь, когда девочки из Тату вышли с этими футболками Ну, это же, это же... Это вообще была другая страна На самом деле, ты очень интересно провел параллель, потому что мы всего там, сколько, 20 лет назад жили в стране, в которой нормой было совершенно иное Нормой была вот группа Тату, да, которая могла сказать хуй войне по телевизионному каналу Которая могла себе позволить то, против чего у нас сегодня существует законодательство Я имею в виду пропаганду гомосексуальных отношений Поэтому, когда ты говоришь, что, ну, против, против, значит, в голову не долбишь, против тренда не пойдешь Ну, это некоторое такое лукасство, потому что все эти тренды задаются Понятно, что они задаются гораздо более влиятельными силами, может быть, чем паблик МДК Это я совершенно уверен Но в то же время этот консенсус, он складывается в том числе и благодаря паблику МДК, который видит, можно хайпануть Да, но, словно сколько, 15 лет назад, да, это было Было совершенно другие условия, было Косово, если не ошибаюсь Там еще были истории с Чечнёй и всем остальным И война происходила гораздо чаще И она была более кровавой, чем сейчас То, что мы имеем вот в таком, как скажем, локальных устройствах наших соседей И, опять же, все вот эти, так скажем, перформансы, они реально не задавались более влиятельными силами, чем мы на тот момент Мода на какие-то вот культурные события, она всегда служила продвижением чего-то более глобального, так скажем Вот, и вот в такой войне он служил продвижением, опять же, одной влиятельной силы, тоже милитаристской Для того, чтобы другую милитаристскую силу, ну, затушить Потому что Тату же начали выступать на мировой сцене, и поэтому их идеалы начали транслироваться во всем мире Япония, Америка, Британия, и все страны понимали, что против чего они выступают, да То есть, что позволено Юпитеру, не позволено Доку, получается Да Почему, на твой взгляд, вот именно консервативным силам удалось так военизировать и политизировать мем-культуру? То есть, вот пришел Трамп, да, и просто, ну, занял всю поляну в какой-то момент Демократов это не получается до сих пор То есть, вот давай попробуем вспомнить один хороший демократический форс Ну, вообще никакого Ни одного Все, ну, как бы, я подписан намного в Твиттере над всякими, там, юмористическими, там, бумер-зумер-пабликами, так скажем И видно, что люди, демократы, так скажем, не готовы шутить даже над самим над собой Как бы, это видно по тому, что, ну, как, по их реакции в сетках И Трамп, наверное, был единственный чувак, который реально, ну, типа, мог, он сам по себе уже до этого был мемом Он самый раненый, у него есть ирония к себе? Да, у него была ирония к себе, потому что чувак уже выступал и в рестлинге, и там, и был на Скаргонках Ну, такой настоящий американец Одна его прическа частота Да, одна его прическа частота Он был и в Симпсонах, он вообще, он был готов на все То есть, когда ему сказали, типа, я думаю, что так происходило Сказали, что, чувак, типа, мы тебя сделаем просто имиджборд героем Сказали, ну, давайте, что ли, делайте все И политика в Штатах, она такая белая и пушистая во многом была То есть, они, все рыцари на белом коне, они все с плакатов машут на бейсбольном поле Под гимн США, там, и все остальное Со всеми своими А то, что трапа урывается на Тиранозавре Да, на Тиранозавре И он прям, как бы, он мог, он, по сути, он сбросил бомбу ядерную Прям вот на Хиросиму Магасаки Потому что он видел, ему сказали, что вот это самое большое количество людей, которые мы можем захватить Мы это сделаем А демократы, как я вижу, они просто начали популяризировать себя через мета-медиа Всеми вот этими известными там, с короткими роликами Ну, типа, типа, хавпост и все остальное Вот, и этот, а этот, так скажем, глядь Глянцевый, глянцевый тип контент Он мало кому, на самом деле, интересен Потому что он, наверное, уже начал тогда умирать Потому что видно по количеству тракций Что он меньше и меньше людей заинтересовывает Потому что все вот эти Все эти видосы, они как видосы с песиками То есть их можно посмотреть один раз в неделю и забыть о них Давай поговорим про имиджборд-культуру Что с ней случилось в России, почему она такая днищенская И не приложили ли вы к этому руку 6 лет назад, когда форсили сосач? 6 лет назад нас упрекали в том, что мы украли их культуру, так скажем Начали популяризировать их сленг Вообще те пикчи, которые они форсили на тот момент Но проблема вырождения, наверное, в том, что Те, кто занимается этим, они далеки от бизнеса Как, например, Reddit тот же Потому что там, ну, как бы, это уже выросший проект Выросший проект из стартапа Там люди были нацелены на прибыль с самого начала То, что у нас случилось, два очи, все остальное Но они не были нацелены Ну, то есть, может быть, они даже были нацелены Ну, как бы, у всех у нас есть желание заработать Но они не знали, как Ну, у форчана вообще очень долго было убыточным Его же даже перепродавали раз в 4 Да, но, опять же, люди делали его для того, чтобы заработать Как бы, он не для фана создавался, понятное дело Ну, как бы, ну, как многие сайты эпохи даткома Они делались реально с желанием заработать на этом В 3-4 раза, чем превышает это Это не получилось Но в какой-то момент пришли люди со знанием дела И просто, ну, как бы, вывели его в плюс И сейчас, как бы, видно, что они продолжают это делать За счет всяких там встроенных покупок, рекламы и все остальное Контраст, который я вижу, это вот, что двач Это, на самом деле, достаточно, ну, провластная культура То есть, ты захочешь туда, да, там, там и ватное настроение То, что называется, там, и Крым-Наш, там, и мемы за Донбасс И все, что угодно Тогда, как англоязычные там аналоги Это всегда, ну, анархия и противостояние То есть, найти провластный имиджборд, ну, в общем, практически нереально Англоязычный Ну, я не могу сейчас говорить Потому что я не захожу сейчас на двач Больше двух или трех лет Раньше я в институте зависал Определенное количество времени Пили от треды Но сейчас как-то Понятное дело, что на 4-чане По, вот этот политикс, он, типа, один из самых Типа, вообще, населенных тредов Доск, доск И там есть, и там, как бы, администрация принимает минимальное количество времени в модерации Потому что она понимает, что как только он начнет вмешиваться, то дискуссия сойдет на нет Как я видел по двачу, по некоторым запискам, записям, что многие треды подтирались И, ну, типа, я думаю, что какая-то определенная модерация там случалась Не могу точно говорить, но если она случалась, то она как раз явилась причиной Потому что Ну, как бы, один из самых известных Как скажем Срачей, когда Когда появился этот форс Пыней Когда Понятно, какие силы начали спускать информацию Что вот, Пыня, это Навальный И Браво и Анонны Защитили Сина И сделали из Пыни Путина Вот, как бы, вот это, по-моему, был один из самых Сильных таких Медиа событий Он лично для меня, хотя он освещал, оно практически нигде не осветилось, к сожалению Но мне кажется, что каждый медиа должен написать об этом А когда это было? Это, получается, два года назад было, если не ошибаюсь, или больше Вот И Вот оно тогда мне показалось, что, блин, чуваки просто Просто отстояли Отстояли свое право называть того, кого они хотят пыней Вот И И в тот момент у меня даже, ну, какая-то определенная зависть была Потому что постоянно выходили какие-то новости, что анонны с два, что там рассекретили какого-то там чувака Типа накидали ему говна в комментариях И я думаю, блин, вот наши пользователи так не могут Потому что они Потому что они не анонимные Да, они не анонимные, они все с именами, потому что они боятся Вот И в какой-то момент, год назад или два года, эти новости просто перестали появляться На, вот, ну, просто на сайтах Типа А расцвет, на твой взгляд, мемной культуры в России, он позади? Или еще, как бы, зерниться? Хочется сказать, что оно еще все впереди Потому что мы сейчас, ну, как бы, мы, поскольку проводили, так скажем, своего рода криптореволюцию Создание своей, не своей доски, так скажем, своего пространства, где мы будем пилить контент За него благополучно платить условные единицы, так скажем Вот И по комьюнити, которая там зарождается, я вижу, что, возможно, будущее еще есть То есть будут люди, которые будут пилить те мемы Которые будут растаскивать по, не знаю, по пабликам, по твиттер-аккаунтам Будут делиться им И они будут, как бы, ну, как бы, опять скажу про свой кейс То, что мы запилили мем про Снубдога в закрытом комьюнити И этот мем просто ушел к нему в Инстаграм по себе Вот Причем, реально, мы его нигде не форсили Хотя, типа, мы могли просто запилить его на паблик, и он точно бы к нему пришел Вот И вот это событие, как бы, полгода назад Мне показало то, что, типа, есть еще порох в пороховницах Если не у меня, то есть не у моих коллег А у тех людей, которые еще появляются, там, приходят Вот Я думаю, что мем-революция еще впереди Потому что Потому что, ну, мемы непобедимые Это же как Это мемы, это гены Они передаются, они репликируются Вот сейчас есть просто ощущение, что Ну, во-первых, стало гораздо сложнее вливаться в эту мем-культуру извне То есть появилось огромное количество мемов, которые обслуживают какую-то небольшую группу людей И непонятные, более широкая аудитории И плюс исчезло каталогизирование, потому что это была эпоха, значит, Лурк-Морья и энциклорезии драматики Которые как в англоязычном пространстве, так и в русскоязычном абсолютно потеряли свое влияние Да, вот с этим как бы сложно не согласиться Потому что со смертью Лурка вообще, ну, сложно стало разбираться в этом Сложно стало, так скажем, учить мемы Стало сложно учить мемы И стало вообще как бы в этом котле, в этом супе сложно разбираться Вот И как маргинализация такая случилась небольшая Но я думаю, что такие проекты, как Мемпедия, вот это все там Слушай, Мемпедия такая кастрированная вообще Да, да, там нету более, там тоже потираются очень жесткие вещи Лурк и драматика, помимо всего прочего, они эти мемы еще и генерировали То есть по мере того, как это все каталогизировалось, это все и эволюционировало Вот эти Мемпедии, это реально такая санитарно чистая, скучная Ну да, это космополитонизация, если мы будем журналы сравнивать во многом Вот Но я как бы, я не берусь, например, говорить о создании какой-то нового каталога Потому что новый каталог, это, во-первых, наверное, это скорее Какая-то должна быть инициатива большинства, так скажем Те люди, которые занимаются генерацией мемов, должны собраться и договориться Я думаю, что никто не договорится Но я думаю, что внутри какого-то сообщества, которое будет зарождаться Есть возможность сделать инициативы, которые будут потихоньку складировать вот эту информацию Пускай даже на каком-нибудь блокчейне Чтобы она становилась незатронутой, неизменяемой И передавалась с поколения в поколение Потому что такие вещи, вот эти такие вещи, они как бы во многом говорят о развитии общества Потому что, ну вот ты открываешь, условно, перенесемся на 100 лет вперед Человек откроет историю, он не поймет, что сейчас происходит Но он возьмет мем, возьмет картинку и поймет больше, чем, не знаю, чем прочтет 200 страниц Он поймет, реально он больше информации получит, чем прочтет 200 страниц какого-нибудь там монографии, какого-нибудь историка Потому что каждый мем, это реально, это, ну, это шифрованные данные во многом Потому что, не знаю, там, мышь крадется, ты должен ее дешифровать Представляешь, как человеку будет сложно через 100 лет Мы расшифровываем сейчас ДНК, то есть, как бы, мы там, не знаю, далеко не ушли в этом Но культурную составляющую мы должны будем хранить и передавать И, как бы, единственная возможность, реально, шифровка в картинках А возможно вообще какой-то сценарий по написанию мемов? Вот как они работают? Это же ощущение, что, особенно, когда внешние наблюдатели все это смотрят, что они как-то Это что-то, что работает, но ты не можешь понять, вот почему это работает, а это не работает Вот мышь крадется, это классный пример Это, ну, реально сложно спрогнозировать, что выстрелит, так скажем Вот совсем недавно, неделю назад выстрелил вот этот мем, типа, а помнишь? Понимаешь, типа, заходи на страничку хоть иногда, лайкай там Вот чувак загибил там с небольшим количеством подписчиков в Твиттере Но достаточно было там, реально, как какой-то болезни перейти другому-другому пользователю И подключились бренды, и это стало уже общественным явлением Вот До, не знаю, 10 лет назад было очень, даже, ну, как бы, никто в голову даже не взял бы, чтобы, не знаю, какой-нибудь Сбербанк бы начал шарить мемы Вот Нет, ну сейчас-то, почему как Сбербанк это берет, понятно, но когда это берет Сбербанк, это уже стухший мем, это уже никому не интересно А как эти мемы работают? То есть, вот почему кот, блины, значит, и, ну, ты приезжай иногда, я тебе еще напеку, почему это работает? Ну, есть определенное количество тем, которые, ну, всегда выстреливают Вот одна из них, это ностальгия Вот, как бы, кот и рассказ о каком-то явлении, который из нулевых, он, как бы, отлично выстрелил, потому что он сработал реально на том ощущении О том, что, что было 10 лет назад Опять же, это работает на подкорке И вот, когда человек увидит это, понятное дело, что создатель, креатор этого мема вряд ли так глубоко мыслил, мне так кажется Вот, но он понимал, что это зайдет, потому что оно обращается к каким-то вещам, которые были тебе близки когда-то А ты их не можешь забыть, потому что ты как только... Но ты говоришь именно про ностальгию, но не все же мемы разговаривают с чувством ностальгии Да, есть какие-то совершенно, как скажем, метамодернизм, которые вот именно там, я пидор там, мышь крадется и там, не знаю, еще сколько их там было Даже если вспомнил самый древний мем Господи, привет, медведь, это уже было непонятно Привет, медведь, свидетель из Фрязина Вот, просто вещи, которые непонятно Вот, когда, условно, я появился в интернете И вот, было огромное количество вот этих мемов с Чачила, попячься Мне долгое время приходилось, как бы, включаться То есть, я был человеком из вне То есть, у меня была куча знакомых, которые вот приходили из школы, говорят, типа, привет Я не понимал, что происходит Мне нужно было зайти в интернет, нужно было посидеть на опячке, посмотреть обсуждение И понять, что, типа, это психопатия, типа, общая Ты должен, типа, в нее включиться и начать разговаривать на их языке И потихоньку ты начнешь, ну, как Сходить с ума Да, сходить с ума Это сработает, ты будешь получать от этого удовольствие Потому что акситоцин, приближаешься к какому-то общности По сути, это религиозный экстаз, так скажем Потому что общественная валидация Да, да, да Есть вещи, которые... Вот есть ты, есть вот эта кучка людей, которые разговаривают на новом языке И все остальные, которые даже к интернету близко не подходят Вот То есть, думаешь, это это? Я думаю, это и есть, да А как в таком случае мемы умирают? То есть, вот регулярно... Есть мемы, на которые ты смотришь и продолжаешь смеяться, я не знаю Вот прачечная и упячечная до сих пор смешно Но при этом ты заходишь там на лурк, какие-то вещи читаешь Сама статья смешная Но вот почему «Привет, медведь» захватил коллективное бессознательное На протяжении шести месяцев, когда он появился Объяснить совершенно невозможно Это не смешно Ну, потому что, ну, опять же, если мы говорим про «Привет, медведь» То тогда генерировалось крайне небольшое количество оригинальных мемов Все они были в основном, ну, репликацией друг друга То есть, там, типа... Картинка, копия картинки, копия картинки, копия картинки Да Вот То сейчас все мемы какие-то более оригинальные И никто не готов делать, ну, как бы, опять же, реплик... В определенный момент должен случиться, так скажем, какой-то социальный договор Должен случиться, что люди в интернете без, так скажем, без голосования просто решат, что это им нравится То есть, условно, «Привет, медведь» И мы с ним и начнут создавать контент, связанный с этим Иногда даже непрямой Так скажем, например, вот с Рикардо Милосом так случилось Мем с танцующим стриптизером, он был, условно, он же раньше появился, чем, по сути, стрельнул, скажем Вот И он до сих пор сейчас актуален, потому что он поддерживается когорты людей, которые считают, что он должен жить То есть, условно, появилась канцплеерша, которая начала танцевать И опять появилась эта волна мемов И так постоянно Опять же, самый долгоживущий мем – это педобир Это самый стареющий мем Это самый сильный, потому что он более 10 лет был в ротации, так скажем Есть определенная статистика по количеству капилляции на той же мейпедии И он, типа, один из самых сильных А поскольку, если мем затрагивает большое количество, опять же, мышка найдется Он, в принципе, вот что он должен затрагивать в тебе, чтобы ты сделал на нем мем Ну, как бы, вот какие вот, знаешь, пятна ротшиха Тебе показывают и должны сказать, что ты чувствуешь Вот И я думаю, что в психологии должна появиться такая методика, которая будет показывать тебе мем И ты должен говорить, что ты чувствуешь по этому поводу Потому что в психотерапии в какой-то момент случился взрыв Начали появляться просто там, показывали психопатам картинки с повешенными людьми С убитой собакой И он должен бы говорить о том, что он чувствует Я думаю, что мемы настолько сложны в понимании, что можно реально показывать его людям Чтобы потом судить о психологическом здоровье человека Да, но там есть определенный момент подталкивания все-таки в меме Поэтому я боюсь, это очень... Если вокруг этого сформируется свой психоанализ, то это довольно опасная, может быть, штука Ну, я думаю, что поскольку я учился на психолога Я могу говорить, что психология находится в определенном кризисе Я думаю, что сейчас мемы могли бы вытащить ее Так все же, почему мемы стухают? Это просто вот это вот общественное сознание, оно устает от какой-то идеи и бросается к другой? Или там есть какие-то законы? Нет, понятное дело, что если бы количество мемов уменьшилось То есть количество связей с ними было бы более устойчивое То есть из-за того, что выходит новый айфон, тебе приходится покупать новый И тебе было бы похер, если бы об этом не говорили бы мейнстрим-медиа, блогеры и все остальное То есть когда ты только видишь один мем и начинаешь с него грубо говоря рофлить, начинает появляться другой И общество тебя само по себе заставляет обращать на него внимание, забывая про этот Потому что ты же не можешь быть вне дискурса Ты же хочешь быть поближе к этому, так скажем, к этой клаке, которая общается Это видно уже по тому же Фейсбуку, до которых, например, вот Если я хочу посмотреть протухшие мемы, я схожу на Фейсбук Потому что люди там собираются, которые уже отстали от молодежи И пытаются, не знаю, просто доесть остатки того, что приходит, типа, сверхов Три-четыре года назад паблики в Фейсбуке были достаточно сильны во многом Ну, больше шесть Да, даже шесть То есть были, как бы, паблик, страдающий средневековью, вообще начался Фейсбук, я понял И много таких тематических пабликов было в Фейсбуке большое количество И до того, как Марк Сулкерберг вел вот эту прогрессивную ленту Ну, да, там было много молодежи, и, как бы, генерация свежих мемов на НГАГа происходила из Фейсбука Ну, как только обрезали ленту, молодежь ушла, трансцеттеры ушли И, как бы, даже на НГАГ стух сам по себе Здесь-то как раз понятно, как это происходит У нас ЖЖ точно так же стух То есть внутренняя политика сервиса, она может удавить любую движуху Но даже возвращаясь к мемам, там, пятилетней давности, ты их не находишь смешными То есть ты на них смотришь, и тебе кажется, что? Ну, условно, время проходит Условно, даже твоя точка зрения на многие вещи, она изменяет Потому что ты же живешь в изменяющейся среде По сути, ты тоже изменяешься И поэтому твои интересы тоже меняются Понятное дело, что ты смеялся над тем, что ты смеялся пять лет назад Уже, может быть, не смешным сейчас Условно То есть я могу сказать о многих таких примерах из своей страны Там, условно На самом деле, даже возьмем тот же Комеди Клаб Раньше он казался многим смешным Но здесь можно все-таки связать с личностным ростом определенно Комеди Клаб это очень плохо Да, ну, опять же, мы можем взять КВН Тоже он казался, ну, типа, нашим родителям очень смешным Я думаю, что многим, ну, типа, многим бабушкам, дедушкам тоже кажется смешным Понятное дело, что это еще Просто если мы говорим просто про смешное, то есть вещи, которые объективно там смешные Столетиями остаются Ну, в идеале, но смешно 10 лет назад, сейчас смешно То же самое То есть я, ведь мем это же не только про смех Понятное дело, что это про культуру еще в большей степени То есть оно же вызывает Ну, ранние мемы, они как, ну, как ранняя литература во многом То есть слово полку Игоря, это, конечно же, там, величайшее произведение Ну, как бы, окей Можно провести такую параллель Слово полку Игоря, привет, медвед Вот, мем хороший, ну, типа, ты можешь ему порадоваться, можешь его изучить Но, как бы, постоянно его читать ты не можешь Один раз прочитал и забыл, вот и все Вот, но есть, как бы, понятное дело, что мемы, как и литература, как и художественные произведения Они усложняются и становятся все более такими Вот Пепе классный Пепе классный А почему Пепе так классно эволюционирует, ну, 4 года уже? Ну, потому что, во-первых, наверное, это больше про персонажа, чем про мем Потому что персонаж, в который вкладывается, ну, который создал этот автор Он его создал, там довольно интересная история Во-первых, Пепе это мем, который был отчужден целого автора То есть его сделал, в общем-то, левак И его экспроприировали правые Это вообще впервые, когда правым что-то подобное удалось И сейчас он эволюционирует довольно удивительные вещи И вот лично, что мне интересно, что я сам недорефлексировал Это вот его новая итерация Это Пепе Клоун с радужными волосами Это же попытка отобрать еще один символ у левых, радужный А насмеявшись над ним и сделав его, как выразились бы, левые и токсичные Вот, а как это работает и почему именно Пепе срезонировал так, как срезонировал? Или это же вот просто даже не нужно пытаться объяснить, это вот просто произошло и все Это можно пытаться объяснять, потому что, это нужно пытаться объяснять Для того, чтобы потом создать собственного Пепе Потому что у нас были попытки в России создать собственных Ну это ватник, он все равно не сработал Нет, своих, так скажем, маскотов, так скажем Какой ватник, ватник, да? Ватник, да Ну и мы говорим, например, идеальный маскот российский, это вот мистер Фриманд, допустим Раньше мемы были сложными в воспроизведении Не, ну слушай, Фриманд появился, хорошо, после вот этой, я забыл, как это называется, когда у тебя черная рамка надписей Демотиватор Демотиватор, да Вот, вот раньше были демотиваторы и они, ну, они, как бы, они были чужды, так скажем, российскому пользователю Потому что, ну, люди не понимали, какими пользоваться вообще Потому что, зачем, ну, то есть, были мотиваторы, были демотиваторы Это те вещи, которые вешались у тебя, там, не знаю, в офисе, и ты на них смотрел Нет, нет, демотиватор никто не вешал Демотиваторы, потому что ими не умели пользоваться, понимаешь, когда тебе дают молоток И ты начинаешь, не знаю, пилить, это как-то очень ступо становится И вот примерно вот с демотиваторами такая же херня Появился сайт демотива, где люди просто Разумеется, в общем, сделал лопач, кто знает этот момент, займет Вот, и, ну, как бы, сейчас же вот сами демотиваторы, это, по сути, сами, как мем такой обширный Это, типа, узнали Блин, вот столько смешных мемов, связанных с демотиваторами Я вот ни один не могу вспомнить, потому что они все такие ублюдские Они не удерживаются мозгу, они как какое-то прям, какое-то вдохновение, ощущение Это, не знаю, там с Путиным, там с каким-то ребенком В общем, нужно поискать Вот Почему Пепе так задержался, и как он эволюционирует, и можно ли его, собственно, создать искусным? Ну, великое искусство рождается от великой боли Ну, как бы, это по многим, по многим, понятное дело, что он очень много вложил в этого персонажа Очень много своих, ну, как бы, своих переживаний, своих ощущений И, как такие феномены, оно стало близким многим молодым людям На самом деле, очень много таких вещей, типа, как Евангелион, который, знаешь, типа Ну, типа, типа То есть, Евангелион, это японский эпос практически, а Пепе, это картинка жабы Картинка жабы, ну, типа, которая, например, выражает определенные эмоции Которые другие картинки не выражали, условно, там, не знаю Картинка, которую, вот, я до сих пор использую, там, вот эта Пепа с двумя узишками Просто для выражения своих эмоций Хотя, на самом деле, я даже не могу описать эти эмоции, которые, типа, я хочу вложить в них Это реально какой-то, вот, прям такой инсайт То есть, он приходит, ты его ощущаешь, и ты выкладываешь Но он был ощущен не человеком, который его нарисовал Как будто человек, который его нарисовал, но не до порции Да, 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 но люди, которые его взяли, они начали вкладывать свои смыслы Потому что, как оказалось, персонаж многослойный, так скажем Вот, и за счет того, что он многослойный, можно вложить в него очень много всего Какая-то когорта людей, правых, начала использовать его для выражения своих эмоций И он там столько прижил, что мы до сих пор видим, что с ним выходят мемы разной тематики Он стал маскотом определенного образа мысли Да, да Ну, наверное, с персонажами животного мира можно делать все, что угодно Потому что они, по сути, как бы ничего не выражают И вложить в них собственное зерно Ты думаешь, здесь какую-то роль играет, что это животное? Я думаю, что да Я думаю, что да Ну, просто сколько этих маскотов-то было попыток создать? Ну, даже под Олимпиаду что-то создали, на это смотреть невозможно Нет, ну, можно вспоминать вот это вот там Все лоцераптор, помнишь там Все остальное То есть, но они, как бы, опять же, относились к определенному роду мысли Ну, кстати, ты не мог вспомнить демотиваторы и какие-то мемы, которые легко повторять Но вот филосерапторы вообще вся вот эта когорта Да, это одни из первых мемов, которые, типа, подвергались постоянной репликации Поэтому долгое время они, как бы, они, типа, годами, типа, задерживались Но в какой-то момент тематика изжила себя И люди начали обращаться к каким-то картинкам просто Реальность, был момент о том же, наверное, там же МДК Когда мы месяцами постили какие-то цитаты просто на фоне космоса То есть, там, типа, 2014-2015 год Было, типа, засилие всяких мужских цитатников И мы думали, как бы нам, типа, выделиться на фоне их Мы просто, креатор сказал Давайте просто нахуячим на фоне космоса какие-нибудь идиотские цитаты То есть, там, пасать после секса заебись, там, допустим Вот просто идиотская цитата, но люди начали ее шерить Потому что я, ну, потому что, ну, потому что, ну, потому что это истина, допустим То есть, первая цитация Выпить водочки после, там, после пива Вот такие, как бы Шлифануть? Шлифануть, да Бытовуха просто на низшей степени И пользователям это, конечно, близко Потому что, ну, все они любители вот Ага А как ты сейчас оцениваешь вообще рынок пабликов ВК? И какой паблик больше всего денег приносит? Думаю, НДК больше всего денег приносит НДК все еще? Да, потому что, ну, нужно понимать, что ВК в какой-то момент рассвета своего поглотил, наверное, большую часть российского сегмента И сейчас, как я понимаю, он в какой-то степени стагнирует Вот Новых пабликов не появляется, потому что Ну, типа Как же абстрактные мемы? Ну, я не считаю, что это какой-то прям Какая-то прям игра в долгую, так скажем Потому что это более такая стихийная вещь То появляются, то исчезают Вот Вообще Создать паблик-миллионник сейчас стало очень дорого Раньше любой школьник мог зайти и накачать свой паблик до 2-3 миллионов Наверное, с бюджетом 100 тысяч И даже просто на обменах, на репостах Сейчас же это невозможно, потому что лента стала ближе к фейсбучной Небольшой отток аудитории той, которая создавала контент в определенную степени А появилась же еще вот эта немезида, которая уничтожила целый сегмент пабликов Свалок со всякими спидженными мемами и все остальное И сейчас, чтобы создать свой паблик, нужно иметь свою креативную команду Которую будет либо создавать, либо адаптировать, либо, не знаю, переделывать мемы под стилистику паблика Я думаю, что не у каждого школьника найдется силы и деньги на удержание такой команды То есть выход на рынок усложнился? Да, планка стала очень высокой А сама политика ВКонтакте, она как-то на это влияет сейчас? Я имею в виду редакторская, ГСК уже лента изменилась А вмешательство в редакторскую политику пабликов сейчас как-то происходит? Что политику на полу не хотели? Чисто политических пабликов уже... Да, есть такое Вообще, конечно, больше поблажек стало Потому что в наше время за, там, за какие-то, условно, за эротику Наверное, раньше была блокировка полная паблика Сейчас даже такое, типа, просто отключение ссылок делают Понятное дело, что для бизнеса это чревато само по себе Но нет сейчас какой-то такой темы, которая прям приведет к блокировке паблика навсегда Вот И, как бы, с одной стороны, реально стало проще А вот эта история с банами за мемы, когда она развивалась с Матузной, там, с прочим Вот это как-то вас не затронуло вообще? Это вот очень странно, потому что это затрагивало в основном пользователей Потому что приходили же заявы на тех, кто, типа, на сохраненке На те, которые, ну, типа, те картинки, которые у тебя далеко и далеко И вообще эта история, сама по себе, мне очень, ну, типа, очень странная Потому что брали людей, которые, ну, как бы, вообще Никому неизвестны Никому неизвестны, как бы, ну, странно, как бы, зачем? Для какой-то отчетности, может быть, ментовской Ну, и даже вот, ну, такая темная история Потому что одно дело, понятно, когда паблики прикрывают Потому что у нас была история с РПЦ Когда нас начали обвинять в неуважении чувств верующих Оскорблении чувств верующих Вот, неуважении власти И нас хватали за яйца за картинки, типа, связанные с Пасхой Вот И тогда было понятно, почему, типа, нас, ну, типа, заходят А когда берут, вот, не, типа, людей, как с улицы Там, ну, условно, просто приходят Приходят непонятно зачем Потому что такие истории ВКонтакте только в минус Потому что они не могут гарантировать безопасность своих пользователей Вот просто, ну, просто до неприличия То есть я слышу от людей, говорят, что мы, типа, не вернемся ВКонтакте Потому что мы не чувствуем себя там в безопасности Ну, я сам удалился из ВКонтакте четыре года назад Вот, и как бы, ну, я с ними, конечно, согласен Но я там продолжаю работать, как бы С этим ничего не поделаешь Какой-то отток очевидный случился? Вот, там, читательский или пользовательский? Я думаю, что, ну, как бы, скорее да, чем нет Потому что, как я понимаю, что сейчас ВКонтакте стал неотъемлемой частью Мэлру группы, если раньше это было все так условно То сейчас это, типа, основополагающий актив холдинга И туда наливается трафик с других площадок, типа, Одноклассники И сама страница Мэлру, вот И туда приходит, ну, типа, приходит, ну, типа, та аудитория На которую ВКонтакте никогда не был рассчитан Типа, люди плюс 40, там, плюс 60, все остальное Ну, просто Одноклассники умирают Да, да, и люди потихоньку перетекают туда Вот, те, кто еще не умер Вот Молодая аудитория, та, которая беспокоится за свою безопасность Она, конечно же, удалилась ВКонтакте Вот, и, как бы, понятное дело, что проблема даже не в том, что Типа, не в количестве, а в качестве пользователей Потому что многие креаторы ушли из ВКонтакте сами по себе И они ушли в Твиттер Потому что там они чувствуют какую-то определенную протекцию, так скажем А на редакторской политике вашего паблика это никак не сказалось? То есть не стало там меньше мемов про РПЦ, например? Да нет, никак не сказалось Вообще никак То есть ни санкций никаких, ни директив, ничего Просто вот как было, так есть Нет, нет Когда я начинал передачу, я тебя спросил Есть ли у вас какая-то собственная редакторская политика И есть ли, ну, какой-то месочек, который вы хотите донести И ты мне, как я понял, сказал, что, в общем-то, нет Редакторская политика либеральная Смеемся над всеми, с кем хотим И, в общем, какой-то очевидной миссии вы с собой не видите И моя, ну, может быть, неправильно говорить претензия Но вопрос к людям, у которых, вообще-то, есть вот этот безумный медийный капитал Ведь медийный капитал, это, в первую очередь, что? Это инструмент, с помощью которых можно менять мир Под миром я, в данном случае, имею в виду Россию Ну, менять страну, в которой мы живем, к лучшему И этот капитал, вот, в некоторых случаях люди просто не понимают, что он у них есть Вы, очевидно, понимаете, но вы его не используете Либо не используете достаточно Почему? Потому что вы не чувствуете себя вправе Потому что вам это неинтересно Или вы чувствуете, что вы делаете достаточно И давайте похохнем Скорее всего, сразу Потому что Наш медийный капитал Мы стараемся расходовать В плане бизнес-задач, которые перед нами стоят То есть, там, получение прибыли Там, увеличение охвата, все остальное Вот эти KPI, которые перед нами стоят Но есть те темы, которые мы, типа, стараемся тоже, вот, обхватить Прежде всего, это свобода в интернете Мы стараемся не проходить мимо вообще ни одной темы на эту тему Потому что, если, как бы, я вижу, что, там, не знаю, кого-то человека посадили Там, условно, там, Марию Матузовну То мы берем и, типа, рассказываем о ней, что, типа, вот она такая существует Что есть такие люди, которые пострадали и, возможно, еще пострадают Если этот закон будет, типа, как бы, продолжать использоваться неполномерно Оскорбление власти, тоже, типа, наша тематика Мы мимо этой темы тоже не проходим Но, понятное дело, что если мы будем об этом писать постоянно То мы прятимся в медиазону Зачем на это? Ну, условно, как бы, не нужно отпирать хлеб Да, да, да И, как бы, если мы будем хохмить на тему, ну, типа, хохмить на тему вот этих тюремщины То это, как бы, нивелирует очень тему, мне кажется Потому что это станет смешным И, как бы, сесть в тюрьму станет смешным Это, ну, как бы, не дело, мне кажется Вот, по-моему, это не повод для, типа, надрывного смеха Вот, то есть, можно посмеяться, но не так уж, как бы Не делать это поводом для какой-то, не знаю, для цирка, так скажем А какое-то общение поддержите с другими большими пабликами? Да, поддерживаем И я вижу по ним, по разговору, что их эта тематика вообще не интересует То есть, они, большинство из них, думают, что буря мимо них пройдет Такое, я считаю Потому что у них в основном российская, ну, как бы, российская ментальность Они заложники реально российской ментальности в том, что не суйся И, возможно, мимо тебя пройдет Потому что, опять же, куча пабликов привлекалась к ответственности за меньше моих коллег Которые даже не думали, там, не знаю, там, против власти Одного из моих коллег, помню, вызвали ментовку за счет того, что он пропаганды гомосексуальных отношений Там был трет, где мальчик рассказывает о проблемах того, что он живет в таком домострое, а он, как бы, гомосексуалист И этот трет вызвал интерес у властей, и администратора паблика вызвали А паблик большой? А паблик большой, да, очень большой И как реакция администрации была? Ну, реакция администрации, просто они пришли на ментовку Не пришли? Не, пришли, пришли И, как бы, дали объяснительную Понятное дело, что пришлось удалить этот трет И, как бы, они отделались малой кровью Но я думаю, что, если бы был бы интерес кого-то, так скажем, отжать этот паблик, например То они бы воспользовались бы такой ситуацией Я думаю, что рэкет в этом плане будет только процветать А какое-то недоверие или насмешки есть в силу того, что вот, когда вы занимаете какую-то гражданскую позицию? Да, постоянно Постоянно То есть, наверное, ну, последний момент, вот последний раз, когда я написал про Любу Соболь Что она избирается, все написали, что, типа, мы продались Хотя Я, ну, наверное, было видно, что, типа, я человек, который ходил на кактус постоянно И, там, не знаю, старался, как бы, держать с ними, ну, как, скажем Хорошие отношения, как бы, мог пойти навстречу и сделать это бесплатно Вот Зато другие, зато других людей, которые публиковали новость про, там, про других кандидатов Ничего не обвинили, не сказали Ну, конечно, они там дружбаны Типа, а вот эти продажные, типа, что с ними взять Это реальные люди пишут, что ли, это Бот пишут? Это писать, это телеграм-каналы писали Нет, но телеграм-каналы, они тоже разные Есть, там, Кремлевская какогорода Нет, Кремлевская какогорода Нет, а я имею в виду именно какие-то реакции от коллег, с которыми, в общем, нормальные рабочие отношения И которые, вот, говорят, что что-то вы увлеклись Да нет, нет Ну, как бы, они думают, что, словно У них, мне кажется, они смотрят на нас с ощущением, что мы еще получим свое Вот, то есть мы еще доиграемся Вот Думаешь, доиграете? Я не знаю Потому что каждый раз, ну, как бы, каждый год происходит какая-то херня, условно В этом году, ну, словно, ничего особенного не было Пока что Но я, как бы, стараюсь поддерживать хорошие отношения со всеми Это вообще-то закон об изоляции Рунета Да, ну да Ну, нет, самое страшное, что может произойти, это перелубить кабель По политическим океанам Вот когда это произойдет, вот тогда я скажу, что, ну, все, ребята, до свидания Интернет, специальный интернет для чиновников они уже вводят Так что, на самом деле, я не с таким оптимизмом в будущее Ну, специальный интернет для чиновников Это все, понятное дело, что наши люди смотрят на Китай Потому что и социальный рейтинг скоро нам ведут И все остальное И я думаю, что мы еще познаем, что такое интернет-тратаризм Вот Но я в какой-то степени оптимистично смотрю на всю эту картину Потому что я вижу, что есть определенная ротация кадров в правительстве Которые не так радикально смотрят на интернет, на все остальное И я думаю, что те, кто сейчас пытается все закрыть Они просто не доживут до того момента, когда это все реально закроется А люди, которые придут, они будут более реперриальны Ну, это, знаешь, злой добрый полицейский То есть, вот ты между ними так мечешься, а жизнь становится все хуже, хуже, хуже Слушай Это вечная разводка Я считаю, что должна случиться какая-то катастрофа Для того, чтобы все произошло глобальная разрядка Я уповаю на экологические вот эти, на экологическую катастрофу Которая случится Я уповаю на прекрасную Россию будущего Вот, я думаю, что вот после этого случится прекрасная Россия будущего Потому что насыкло Океан станет, не знаю, прям синее синего И, не знаю В общем, должно что-то случиться Похоже на Вторую мировую войну Чтобы пришла реально такая разрядка И мы все вздохнули Мир в кризисе находится Мир в кризисе, да Но вот до пика кризиса мы еще даже близко не дошли Вот Хотел бы подальше быть От момента разрядки Нет, будет интересно Будет очень интересно Я думаю, что в России Весело и страшно Да Весело и страшно на войне будет А вот в России будет очень Да, уж Россия есть биржи Я думаю, что мы находимся на том положении Что нас реально там, типа, беда пройдет мимо Ну, хотя это будет первый раз в истории, по-моему Когда беда России пройдет мимо В общем, мне кажется, это хороший момент Оптимистичный для того, чтобы закончить передачу Спасибо большое, что смотрели У меня в гостях был главный редактор паблика МДК Роберто Панчидзе Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Присылайте криптовалюту, если вам нравится, что я делаю До новых встреч До свидания Большое, Роберто Было интересно Субтитры сделал DimaTorzok